Вопрос в том, что мы решили посмотреть на то, что делают лидеры онлайн-образования. У них есть закономерность, что они стараются раскрывать активное обучение через 4К. Сейчас расскажу, что это такое. Вот, например, у IPLA есть отдельный отдел, который занимается образованием для общего образования, для доп. образования детей. У них есть специальный фреймворк, в котором есть 5 элементов. Командная работа, коммуникация, персонализация обучения, критическое мышление и real-world engagement. И вот эти компоненты, они реально проявляются в том, что, например, командная работа заключена в том, что дети обязательно в каждом курсе есть задание, где они вместе должны что-то сделать, какой-то проект. Коммуникация в том, что дети обязательно должны делиться своими заданиями, своими проектами перед друг другом и перед преподавателями. А персонализация обучения заключается в том, что задания в курсе обязательно есть разного уровня. Давайте посмотрим на то, как это решается в школе Илона Маска от Astra. Там есть следующий принцип по педагогике. Там обязательно есть проектное обучение, где дети и подростки вместе разрабатывают какие-то проекты, которые реально симулируют ситуацию. Например, как у них там был кейс, где нужно было для детей разобраться, что делать с озером, которое загрязняется так называемым экологически чистым производством. То есть это позволяет им совершенствовать свое критическое мышление, это позволяет им интереснее рассматривать предметы обучения, поскольку все это идет через практику, все это идет через рефлексию взрослого опыта. И это даже чем-то напоминает то, что делает Монте-Сори, когда ребята, дети погружаются в такую симуляцию взрослой жизни. И мы решили совместить их опыт, и поначалу у нас получилось следующим образом. Мы решили, что необходимо развивать коммуникационный блок за счет того, что мы ввели кахут викторины, мы ввели дискорд комьюнити, где постоянно ввели связь с нашими студентами. И действительно был определенный позитивный сдвиг, количество позитивных отзывов увеличилось. Что нам дало возможность сделать вывод о том, что мы идем по правильному пути, и нужно дальше двигать тему с 4К. И тут мы решили немного развить в последний квартал 2020 года. Мы добавили часть с демо днями. То есть в конце курсов теперь у нас обязательно присутствует демо день, где дети и подростки перед учителями, перед командой жюри от Geekbrains, иногда и перед своими родителями, выступают со своими завершенными кейсами. И через эту практику они делятся своим опытом. И это очень круто сказывается на том, как они в дальнейшем в своей жизни могут выступать с различными проектами. Это очень хорошая практика. Еще мы ввели проблемное обучение. Проблемное обучение заключается в том, что вместо классической дихотомии урока, где сначала идет теория, потом идет практика, мы сразу детей и подростков погружаем в так называемую симуляцию взрослых проектов, взрослых проблем. Например, как ребята должны узнать, а как нам сделать так, чтобы был построен замок, и он там не обрушился или что-то иначе. И если дети получают определенную такую интересную задачу, которая их триггерит, то здесь они уже сами начинают интересоваться, а как это сделать, как пойти наперед программы, где это можно узнать. И действительно этот инструмент проблемного обучения работает. Мы стали дальше развивать тему с Kahoot викторинами. Kahoot викторины нужны именно для того, чтобы дети во время урока, например, если он идет 60 минут, чтобы они чувствовали, что они не просто слушают одного учителя, который как спикер, они просто перед кирпичной стеной, а чтобы они были вовлечены в процесс. И, например, в Kahootе можно использовать такие инструменты, как опрашивать ребят про то, что мы уже прошли, или что было на прошлом уроке. И тут в интерактивном формате очень это заходит, и они успешно отвечают. В итоге, да, мы поняли, что такой формат, где мы пытаемся сделать обучение наиболее активным, он заходит, и это повышает НПС. В итоге на последних курсах, которые мы ввели, там был высокий НПС порядка 97%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!